привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про второй этап режима разведка боем добавили нам на тестирование еще три новые карты я уже успел по стримить этот режим опробовать эти три новые карты и могу вам сказать что обзора на эти карты не будет поскольку много в этот режим я играть не хочу на мой взгляд это три карты которые не достойны того чтобы попадать в рандом там таких конченых карт хватает и без них давайте поговорим немного про каждую карту в отдельности первая карта это место силы уже начиная с названия чувствуется какой-то бред и так на карте есть город он такой небольшой и странный он состоит из двух улиц очень коротких маленьких по сути там просто 4 дома и между ними проезды все там нет никаких насыпей кучек мусора бойниц окон просто две дороги две дыры без каких-либо укрытий единственно что там есть небольшой холм и вы просто через него стреляетесь и все карта очень маленькая и в принципе городской массив создан таким образом чтобы создавать турбо бои поскольку там просто ничего нет вы друг в друга въезжаете быстро убиваетесь и тот кто выжил едет дальше все максимально глупо так еще и за городом сделаны какие-то ямы такие закутки какие-то из которых невозможно ничего не задефить не сделать не как-то помочь или зажить или попытаться предотвратить turbo слив а наоборот спустившись в эту яму любой может к тебе туда упасть и отдельно от всей карты убить тебя там и все абсолютно глупость какая-то возле города у нас находятся какие-то там непонятные ямы с холмиками которые невозможно использовать поскольку тебя расстреляют со всех сторон максимум можно покататься на лтшке но зачем чтобы что светить в городе ничего светить не надо там люди впритык сражаются на зелени зелень состоит из моста через яму по бокам от ямы два холма с небольшими там всякими перепадами по сути ты просто едешь на эти холмы либо играешь перед ямой через холмик либо падаешь в яму поджимаешься к врагам все абсолютно маленькая какая-то карта она если подойдет то максимум там для третьих четвертых максимум пятых уровней такое ощущение что эта карта сделана для вот blitz не для world of tanks очень маленькая очень всего мало такая карта в рандоме не нужна точно следующая карта предгорья тут тоже есть город он уже немножко больше здесь не 4 дома здесь с каждой стороны по три домика и посередине еще два их здесь гораздо больше но город абсолютно голый абсолютно ровные улицы тупо без ничего единственно что там пару кучек мусора добавили и все этого очень мало для того чтобы это напоминало город где сражаются тяжелые танки опять же это направлено на то чтобы тяжи просто приехали поубивались при этом тяжелые танки не всегда хотят туда ехать часто едут на другой фланг и тогда ты просто проносишь пустой город для каждой команды за городом сделали по яме с болотом на сайте картошки написано что это дополнительное укрытие для того чтобы защищаться если вы проиграли город но как ты будешь защищаться в яме как ты победишь из ямы опять же туда в яму к тебе заедут отдельно от всей карты тебя там и убьют это ямы для того чтобы ты там сдох какие нафиг ямы что на прошлой карте место силы там какие-то ямы за городом готовили для трупиков что в этой карте предгорья тоже за городом каких-то ямок понаделали если в целом посмотреть на карту то за городом по углам карты укрытие и всяких рельефов камней и кустов больше чем в тех местах где танки сражаются в середине карты почти все голые пустое это означает что танки приедут в середину быстро убьются потому что там ничего нет и будет turbo бой зачем это все по красной линии там понаставили я не знаю на зелени у нас тоже существует речка через нее мост за рекой два холма все через речку невозможно заехать в середину ты можешь заехать только аж чуть ли не на базу врага на этом фланге там не хватает проезда как минимум в середине возле моста чтобы подниматься возле моста вверх на зелень слева и а на самой зелени просто два холмика за которыми ты просто стоишь и стреляешь при этом сама зелень отделена горами а за горами понастроили еще каких-то там болот позиции холмов бугров кустов опять же в углу карты день ничего не происходит и у каждой из команд на базе понастроили за базой там каких-то ним неведомых укрытий целую кучу но сама база находится в каком-то поле абсолютно несуразица что это по налеплено все не в тех местах как попало поперек всей карты предгорья от моста зелени в город идет тропинка и посередине карты она на большом таком пологом огромном холме где тоже ничего нет вообще видимо чтобы катались лтшки я вообще не представляю чтобы это можно было играть в рандоме world of tanks это какой-то ужас такое ощущение что собрали эту карту из разных кусков других карт переходим к следующей карте волга тоже маленькая карта зимняя замерзшая река там все дела выглядит более-менее кстати про внешний вид все эти карты выглядят пустовато недоделана голые ни одной карты которая бы выглядела сделанной на сто процентов вот в прошлый раз была карта воздушная гавань которая сделана просто идеально она завершена на сто процентов и играется кайфово и позиции много всем логика в карте просматриваются прострелы идеальные все четко хоть одна карта выглядела на сто процентов здесь я ни одной карты не вижу которая была бы готовой не внешне не по геймплею не по позиции не по прострелам так вот что в по волге она очень малюсенькая фланг для тяжей это какая-то канава замерзшая с четырьмя холмами из-за чего фланг превращается в два туннеля вы жметесь под этими холмами друг друга быстро убиваете и все та команда которая начинает проигрывать ей некуда отступать некуда отъезжать сзади нет ничего вы въезжаете в эти холмики и все от них отъехать некуда есть какая-то деревушка но она абсолютно какая-то не играбельная смотрится она на холме находится и расстреливается со всей карты как угодно играть абсолютно неудобно место очень мало карта настолько маленькая что ты буквально за считанные секунды на тяже въезжаешь во врагов и если ты хоть чуть-чуть задумался ты заедешь слишком далеко и сразу сдохнешь карта очень короткая она максимум для пятых уровней четвертых там что касаемо центра карты это просто поле с холмиками и кустиками абсолютно не играбельная огромная территория которая занимает большую часть карты где делать нечего вообще поскольку тебя либо с фланга тяжей могут расстрелять и либо либо зелени потому что она находится на горе что касаемо зелени зелень это просто возвышенность с одним холмом туда все приезжают от башни быстро убиваются и полетели вперед карта максимально сделано для того чтобы были турбобои всегда очень короткая карта где все съезжаются в середину на левый фланг или на правый там одну по одному по два укрытия быстро друг друга поубивали и поехали дальше вот и вся карта на мой взгляд ни одна из этих карт не нужно в рандоме вообще абсолютно максимум эти карты там для вторых третьих четвертых уровней они слишком маленькие пустые несу разные я вообще не представляю как на них можно играть в рандоме ни одна из этих карт на мой взгляд не достойна вообще если такие карты добавлять в рандом то место в черном списке и так не резиновая туда уже не знаешь что пихать а еще и это да ну нафиг поэтому на мой взгляд в этот раз этот режим меня не порадовал это плохо прошлый раз было все намного лучше и карты были все три лучше чем эти три лучше те все карты добавить чем хоть одну из этих с вами был арчик играть красиво всем пока